Здравствуйте! Казахский университет технологий и бизнеса. Старший преподаватель кафедры «История Казахстана» и «Социальная гуманитарная дисциплина» Сумом Мухамбекова, Батима Жаншикова. Дисциплина «Русский язык» занется четвертая тема «Стиль жизни, стиль одежды». Модная в индустрии мы очень часто сталкиваемся с понятием «стиль» и «кона стиля» и часто слышим в последние дни жизни такое выражение «оплотать собственным стилем». Выбирая дизу, мы всегда ориентируемся на те вещи, которые нам нравятся, нам удобны, естественно, и ориентируемся на те вещи. На моду, то есть предлагаемые в модных журналах, агентства, которые вспоминутся популярностью, в связи, в связи, в связи, в связи. Вот сегодня поговорим о том, что представляет собой понятие «силе» и что для этого необходимо, чтобы ты обладать. Что такое стиль жизни? Стиль жизни – это в первую очередь индивидуальный способ получения удовольствия. Стиль – определенный набор признаков, характеризующий индивидуальную манеру самовыражения какой-либо образ. Стиль может быть музыкальный, художественный, архитектурный. Но мы сегодня с вами поговорим о стиле одежды. Кто такие иконы стиля? Икона стиля – это обычно называют человека, который смог удачно передать в собственном образе характерные черты того или иного модного стиля. Конечно, почитать собственные, индивидуальные предпочтения. Иконами стиля могут быть практически каждый. Что для этого надо? Нужно просто иметь хороший вкус, неплохо разбираться в морных тенденциях и, конечно, иметь свой собственный мир. Существует очень много и разных стилей, но базовыми стилями являются классический, романтический и спортивный. Классический стиль – это одежда с держанными линиями, формами, которая всегда актуальна и является основой для создания различных стилей. Романтический стиль. Романтический стиль одежды. Этот стиль похож на классический стиль, но менее строг. Здесь красота линии, с легкой формой и обилие мелких деталей. Спортивный стиль. Спортивный стиль. Тика является одним из самых популярных, подсострянувших видов современной молодежи. Здесь очень удобные вещи. Это спортивные брюки, кроссовки. А самое главное – это удобство и комфорт. Вот что главное. Следующий слайд – это стиль одежды Оксфорд. Само название приводит от себя. Все это связано с Англией, названием одного университета. И этот стиль подразумевает собой столы с линией, сдержанной палитрой. Но этот стиль – один из разновидностей классических стилей. И в этом стиле от предпочтения учащихся и студентов. То есть музыки, гастроны, байкор, жилетки, елки. И обратите внимание, таких переношенных спокойных тонов. И здесь также доминирует сапландская клетка. Теликантры – это пословно сначала деревенские, сельские, фермерские. Здесь одежда крупными принтами. Совбольские пападеи, сляпы. Много изделий, кожи. Не похожи на романтические, но более такой грубые. Есть более темы, и красота форм. Воденную стиле одежды. Воденную стиле одежды. Это может быть водена. Поднадлежит интеллигенцию, творческие люди, которые хотят подсекнуть индивидуальность. Это локация, характер. Здесь яркие тона. На темном, на сером поле яркие тона. Детельбирные петлищища. Это не стиль вязаные. В основном этот стиль вносит людей, искусства, художники, музыканты, артисты. Которые не чужие такие. По стандарту, по качеству образа. И просто мужчины. Существует также несколько интересных стилей, обусловленных личными и страстными качественными человеками. Я взяла стилей, как я говорила, очень много. Но я взяла такие необычные, интересные стили. Так, гламурный стиль. Гламурный стиль. Это такой мягкий соблазн. Диабогены. Багенная роскошь. Натуральные меха. Шикарные платья. Драгоценности. Милитари. Милитари. Это стиль. Сложно для тех людей, которые мечтают об армейской службе. Униформа. Камытьяж. Мундиры. Брюки галифе. Армейские ботинки. Накладные карманы. Хоть прямо сейчас. Шафари. Шафари. Это рубашки. Рубашки. Рублененные шорки. Все тахаки. Затем цвет обеж, кожаные ремни, фунти. Одежда из вина. Шафари. Ну, такое, да, это ощущение настоящего покровителя. Шаванны. Даже городских тенге. Следующий стиль. Casual. Casual это, ближе всего, сочетание двух стилей. Это классический стиль. Это петчак. И спортивный стиль. Спортивный стиль. Спортивный стиль. Можно найти джинку. Здесь удобство, комфорт. Для краснодетной, так скажем, жизни. Следующий стиль. Это морской стиль. Морской стиль. Здесь сразу романтически представляет самортическое лето. Слежесть морского бриза. Сильные волны. Жаркое солнце. Белоснежная яхта на плыне. Море. Яркие жители. Якорь. Звезды. Капитанская фурашка. Вот все эти элементы именно морского стиля. А здесь как морского стиля. Так. Следующий. Это у нас экстравакантный. Название. Говорит о себе. Такое. 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 Издисканное. Пучерное. Такое. Для того, чтобы обратить на себя внимание. Так. Стиль. Тэш. Здесь главное правило. Изменить из этих правил. То есть это для тех, кто в детстве любил пошалить. Медель куклы. Барби. Это эпатажное общество. Которое. Это характерно для подростков. Здесь можно носить розовые пышные юбки. Зеленые цветы. Тинные чулки. Такая яркая краска волос. Теодема в волосах. При выборе стиля вы должны учитывать четыре вещи. Это личные предпочтения. Какие вещи я бы отдаю предпочтения. Это связано, естественно, с работой, привлечением, с ритуалами, общением. И тренировки. Это особенности своей фигуры. И модные тенденции. Вот. Четыре важных момента при выборе одежды. Что такое мода? Мода это с латинского языка, что в переводе означает мера, способ, правила. Это временное единство и массовое распространение внешних форм культуры. В середине моды входит одежда. Образки поведения, формы быта, эстетические и художественные кости. Мода, так сказать, очень капризна. Она изменчива. Она требовательна. Она высасывает все силы и токи у своих пружинок. Мода составляет стиль. Стиль одежды, ставший стилем жизни. Но сама мода не что без стиля. Она лишь яркий пакет с красочными картинками. И здесь я, вы видите, основные модные термины, которые мы просто слышим. Фрэта-порте – это французское слово. Все время искусство высокого качества. Сюда относятся строчицы ведущих салонов мод, которые задумывают тон международной моды, уникальные модели. Фрэта-порте – это коллекция одежды для массового производства. Фрэта-порте. А высокая мода спросится из-за разных желающих членов искусства высокого качества. Сюда относятся также уникальные модели, идущие салоны, где производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента. То есть это салоны для богатых и состоятельных людей, которые сидят по заказу клиента. Фрэта-порте «от культур» появилась в 19 веке. И это слово обязано принятое явление. Чарльз Фрэдерико Уорту. Он в 1857 году английский моделлер открыл в Париже свой дом модели и первым распределил корейский класс сезон. «Нью лук» – английское слово. Новый взгляд, новый облик. Веками женщинами романтических человеческих. Тоже предложены христианам, героям в 1905 году. «Пасуэл» – это повседневная модная одежда. Это очень удобный, поводный, комфортный стиль одежды. Чарльз Фрэдерико Уорту. То есть, как я уже говорила раньше, это вверх – это печат, вниз – джинси. То есть, почитание классики и сорта. «Серико Кэжула» выразился в Великобритании. Позвольствование. Прочитайте апоризм о моде, объясните их значение. Немного прочитать несколько парижных. Мужчина, которому предстоит сделать какой-либо решительный шаг, думает, что я скажу о женщинах, как я оденусь. Смогли бы везде. Так, дальше. Это еще здесь. Одежда – это отражение человека. Поэтому она говорит о человеке больше, чем его фигура. Помните, что по одежде не только встречает, но и доверяет Владимир Меланил. Красота становится живой и интересной, когда она крыта одеждой. Моника Белла-Черкла. Задание второе. Подготовить к викторину. Вспомните слова «вязать отечество» и слова, которые вы используете сейчас. Например, «вязать» – это старое слово, «вязать» – это новое слово. Задание для СРО, подготовить презентацию на тему «Мой стиль отечества». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Продолжение следует...